Приветствую вас, дорогие братья, дорогие друзья, в это утро. Слава Господу, он продляет милость свою, мы сегодняшний день, может быть, в Доме Его. Не все имеют такую возможность в такое время, как сейчас, не все церкви собираются. Но, слава Богу, двери нашего Дома молитвы открыты, и мы можем собираться. Прекрасный гимн пропел наш хор, излил печаль мою. Поэтому, знаете, когда приходим в Дом Господень, в Дом Божий, Он дает нам много разной пищи, стол его обилен. Моя тема немножко другая, не о печали, а об обратном, о радости. Откроем священное Писание, место, которое записал апостол Павел, в послании церкви Фессалоникийской. Маленький стих, в нем всего лишь два слова. Пятая глава, 1 Фессалоникийцам, пятая глава, 16 стих. Всегда радуйтесь. Я думаю, это один из самых коротких стихов в Библии. Встречается несколько таких стихов, где всего лишь два слова. И об одном из них мы сегодня поговорим. Всегда радуйтесь. Я думаю, не стоит нам объяснять, рассказывать значение этого слова, радость, что такое, откуда это слово взялось, значение этого слова. Я не думаю, что есть на земле хоть один человек, который никогда не радовался чему-то. Это одно из качеств, которые Бог дал человеку, чтобы человек мог радоваться. Радоваться жизни. Мы утром встаем, видим свет нового дня, мы рады этому. Некоторое время назад, когда наш пастор Григориев вышел и сказал, детки, у нас в этом году будет лагерь. Дети, кто из вас обрадовался? Поднимите руку. Обрадовались. Дети были рады этому. Знаете, мы думали, что не будет лагерь, а боялись, что будут такие условия, когда мы не сможем провести лагерь. Но когда позвонили, узнали, оказывается, мы можем провести. Дети были рады этому. Они услышали эту новость, обрадовались тому, что лагерь будет. Пришло то время, настал тот день, когда дети собрались, начался этот лагерь. Прошло время, некоторые и рады были тому, что лагерь уже закончился, потому что это тяжело, это труд. И это была тоже радость. Дети, возможно, обрадовались, когда узнали, что школы не будет, когда началась эта болезнь, закрыли школы. Прошло время, уже дети не были так рады, что школы нету. Потому что все время дома, дома и дома. А им хочется общаться с другими детьми. Когда в этом году опять частично открыли школу, частично не открыли, дети, может быть, были рады, может быть, кто не был рад. Знаете, у людей, у человека в жизни много радостей. Радость, когда рождается ребенок. У наших друзей, вот уже месяц тому, как назад родился ребенок, они рады этому. Господь давал им ребенка. Мы радуемся тому, что неделю назад у некоторых свадьба была, тоже этому были рады люди. Когда мы приобретаем что-то, покупаем дом и радуемся этому. Покупаем машину, мы тоже радуемся. Через время мы машину эту продаем, тоже у нас радость. Господь много посылает в жизни нашей радости. Некоторые люди находят радость в каких-то увлечениях, что-то человеку нравится делать. Но знаете, смотря на это все, вот эта радость, которая нас окружает здесь, радость в работе, может быть, кто-то радуется тому, что у него есть работа, радуется тому, когда его поднимают ему зарплату, получал 15 долларов, теперь 20 ему дали. Через время он думает, дали бы 25, было бы лучше. И уже эта радость проходит. Знаете, вот эта земная радость, которую предлагает этот мир, которую предлагает этот сатана, порой радость в этих мирских, в этих греховных увлечениях, это все пройдет. И у детей начался этот лагерь, они были рады этому, пять дней прошло, надо домой ехать, радость закончилась. Мы рады тому, что купили дом, мы привыкли к этому дому, живем в нем, и уже радость не та. Сделали ремонт в доме, все прекрасно, все новенько, все хорошо, проходит время, там перекрасить надо, то сломалось, это надо поменять. И уже той радости нету, какая была, когда мы сделали, отремонтировали наш дом. Вот это вот то, с чем мы сталкиваемся каждый день. И это все проходит. Вы знаете, интересно, апостол Павел, он записал такие слова одной церкви. Мы с вами прочитаем Фессалоникийцам, 4 глава, 4 стих. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Знаете, если мы откроем Священное Писание, то мы много-много увидим мест, где написано о радости. Не о той радости, о которой мы сейчас до этого с вами говорили, которая пройдет, которая приходит, и она уходит, эта радость. Давид пишет в Псалме, радуйтесь, праведные Господи. Также Давид пишет, а моя душа будет радоваться Господи, будет веселиться о спасении от Него. Также очень там всем знакомое место, когда Давид пишет в одном из своем Псалмов. Он говорит, возрадовался я, когда сказали мне, что? Куда пойдем? В Дом Божий. Действительно. Знаете, когда вот эта эпидемия началась, когда вот это все закрыли, церкви закрыли, когда у нас не было возможности собираться здесь, а в Доме Его, в Доме Господнем. Беседу с одним братом, ну, мы разговариваем, он говорит, все нормально, говорит, вот это все можно пережить, то, что маски надо одевать, то, что то закрыто, это закрыто, эти магазины закрыты, то, что туда нельзя, это нельзя. Но что, говорит, мы не можем идти в церковь, в Дом Божий. Вот это, говорит, самое тяжело перенести. Да, действительно, я думаю, каждый из нас испытал это, когда мы на протяжении, если не ошибаюсь, то больше месяца мы не могли быть в Доме Господнем. Когда мы могли бы только сидеть дома и смотреть по компьютеру, когда здесь несколько человек собралось. Действительно, мы, это было тяжело для нас, нам хотелось, мы хотели быть в Доме Его, но мы не смогли быть. И потом, когда разрешили, когда мы могли прийти сюда, какая была радость. Я думаю, каждый из нас испытывал эту радость, того, что мы можем быть в Доме Господнем, мы можем быть здесь, собраться все вместе. И Давид говорит, что для меня это великая радость. Великая радость прийти в Дом Божий. Апостол Павел также пишет в Кремленской церкви, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Да, действительно, когда у кого-то в семье радость, мы радуемся. Когда в семье у кого-то родился ребенок, мы тоже этому рады. Когда у кого-то день рождения нас вызывают, в гости мы придем, и мы с этим, с именинником мы тоже радуемся. Когда кто-то купил, к примеру, дом и позвал нас в гости на новоселье, так говорим, эти люди радуются, и мы, придя с ними, тоже радуемся. Радуемся тому, что у них есть эта радость. Один из плодов Духа, тоже радость. Апостол Павел пишет в Галатской церкви, 5 главе, 22 стихом, «Плод же Духа, и он перечисляет, что любовь, мир и также радость». Самое ценное, самое главное, когда Христос был на этой земле, и он к ученикам сказал некогда такие слова. Мы прочитаем, это записано в послании Иоанна, извиняюсь, Евангелие Иоанна, 15 глава. У кого есть Библия, откроем Иоанна, 15 глава. С 9 стиха прочитаем. Знаете, это вот самое ключевое то, в чем наша радость. Иисус говорит, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюете, прибудете в любви Моей, как и Я возлюбил заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам. Да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Вот оно, где самое главное, вот оно, где наша радость. Наша радость в Господе. Знаете, люди этого мира, они много в чем ищут радость, как мы уже говорили об этом. Но наша радость это вот, в исполнении заповеди Господней. Он говорит, «Как Я возлюбил вас, так же вы любите Меня, и радость ваша будет совершенна». Христос, Он оставил славу небес, пришел на эту землю для того, чтобы примирить нас с Отцом Небесным. И через это Он дал нам радость. Та радость, которая не отнимется никогда ни у кого из людей. Некогда Иоанн тоже в своем послании, апостол Иоанн в своем послании записал такие же слова. Давайте прочитаем 1 Иоанна, 1 глава с самого начала. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы явились, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. А то, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с Ним, с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вот она, где наша радость, дорогие братья и сестры. Вообще не с Господом нашим, только с Ним мы можем иметь радость. Также Иоанн дальше в своем послании пишет, что для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Знаете, действительно, когда дети наши, они ходят в истине, они здесь с нами в церкви, нету большей радости. Радость христианина в том, что мы дети Его. Некогда, когда ученики подошли к Христу, и они такие радостные были, что им бесы повинуются, а Христос говорит, радуйтесь не о том, что бесы вам повинуются, а радуйтесь о чем? Что имена ваши записаны на небесах. Действительно, это великая радость, что наши с вами имена записаны на небесах. Вот это наша радость. Это та радость, которая никогда не пройдет. Это земная радость, она все пройдет. Это все пройдет. Все то, что мы приобретаем, это все уйдет. Все, чему мы радуемся, радуются окружающий мир на этой земле, это все пройдет. Но та радость, которую дает Бог каждому из нас, радость спасения, радость жизни вечной, это будет вечно. Радость общения с Господом. Действительно, только в этом мы можем найти вечную радость. Дорогой друг, если ты не имеешь сегодня радости, если тебе не о чем радоваться, живя на этой земле, может, окружающий мир скажет, чему радоваться, когда у нас такая обстановка, когда так тяжело, когда и нету работы, может, что-то заболевает, чему радоваться? Но нам с вами есть о чем радоваться. Сколько людей, сколько много людей в жизни не изменилось, когда они познали Господа. Те люди, которые были, может быть, в тюрьмах, у которых не было никакой радости, какая там может быть радость, находясь в тюрьме? Ноль. Нету этой радости, нечему радоваться. Но когда, находясь там, человек познакомился с Господом. Эта радость, откуда она взялась? Кто ее дал? Жизнь человека изменилась. Человек, находясь в таких условиях, был рад. Рад жизни. Рад тому, что жизнь у него изменилась. Что жизнь у него вечная. Есть жизнь вечная. Жизнь с Господом. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вот это наша радость. Только в Господе можем иметь радость. Вечную радость, которую Он дает. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся. Слава Ему за это. Слава Ему за это. Слава Ему за это.